Здравствуйте! С вами Алена Талаш, управляющая партнер компании «Роская Консалтинг и Аудит». А вы знали о том, что если организация или ИП ведет образовательную деятельность, то по окончании обучения они должны выдавать диплом, сертификат, либо иной документ об образовании? В этом случае необходимо внести данные о документах об образовании и квалификации, в специальную федеральную информационную систему, в федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации, или ФИСФРДО. Но в каких случаях организации должны передавать сведения о выданных документах об образовании в специальный федеральный реестр? Когда и как вносятся такие сведения? Поговорим об этом в нашем новом видео. Для чего необходим федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации? При трудоустройстве на работу соискателю нужно предъявить оригинал документа об образовании. В начале 90-х годов рынок заполнили бизнесмены, продававшие поддельные дипломы. Такой диплом можно было купить в подземных переходах метро. Полицейские задержали курьера, который доставлял высшее образование на дом. Поддельные дипломы оказались прибыльным бизнесом. Для того, чтобы навести порядок в данной сфере, 10 лет назад было принято решение о создании единой информационной системы. Благодаря созданию такой системы легко установить поддельность диплома, даже если фальшивка по внешнему виду не уступает оригиналу. Кстати, если работодатель позже обнаружит акт фальсификации диплома или иного документа об образовании, то он имеет право уволить такого сотрудника. Для того, чтобы проверить подлинность документа об образовании, нужно зайти на официальный сайт Рособорнадзора. Путь для проверки следующий. Главное – государственные услуги и функции. Государственные функции формирования и ведения ФРДО. Далее, в самом низу страницы «Открыть сервис поиска сведений о документах об образовании». Для проверки нужно выбрать уровень образования, после чего ввести фамилию, серию и номер бланка, дату выдачи. Образовательную организацию можно найти по встроенному справочнику. Кстати, сейчас найти в интернете поистине структурированную информацию может оказаться сложной задачей. Но не беспокойтесь, мы здесь, чтобы помочь вам в этом. Подписывайтесь на наш канал и получайте понятные и полезные инструкции от РосКо. Кому нужно вносить сведения о выданных документах в реестр? Подробнее о том, кто в обязательном порядке должен подключиться к системе Федерального реестра, расскажет юрист компании РосКо Ольга Шумикова. Вот список тех, кто должен вносить данные о документах об образовании или квалификации в специальную Федеральную информационную систему. Вузы, техникумы и колледжи, школы, гимназии, лицеи, организации, которые осуществляют профессиональную переподготовку, учреждения профессионального обучения, например, автошколы, спортивные школы, языковые центры, учебно-производственные центры. Передавать сведения также должны организации, которые выдают документы об образовании государственного образца. База ФИС ФРДО содержит сведения о документах об образовании, выданных начиная с 10 июля аж 1992 года, а также о дубликатах документов. Например, в случае утери оригинала диплома об образовании гражданин может получить дубликат. Реквизиты дубликата будут отражены в системе. Подключение и работа в Федеральном реестре сведений о документах об образовании и квалификации требует определенных технических навыков. Вместе с тем, немаловажное значение имеет сбор необходимых документов. Специалисты компании Роско окажут содействие в быстрой и качественной подготовке нужной документации. Для получения помощи позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форум обратной связи. Ловите промокод YouTubeRosco, по которому вы получите скидку на наши услуги 15%. Все контакты вы найдете в описании. Как внести сведения об образовательных документах в Федеральный реестр? Для того, чтобы внести данные о выданных образовательных документах, необходимо подключиться к Федеральной информационной системе. Алгоритм подключения выглядит так. Для получения ЭЦП нужно обратиться в любой из удостоверяющих центов, аккредитованных Рособорнадзором. На сайте ведомства содержатся технические требования к сертификатам ключей электронных подписей. Переходите на главную, затем в раздел о Рособорнадзоре, потом информационные ресурсы, удостоверяющий центр, технические требования к сертификатам. Для того, чтобы получить сертификат ключа, нужно предоставить Копию образовательной лицензии УГРН юридического лица, либо СНИЛС физлица, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия заявителя, заявление на изготовление сертификата. Затем необходимо предоставить заверенные копии Устава, либо положение о создании организации, приказа о назначении руководителя и ответственного лица для работы с этой системой, заявление с указанной схемой подключения к сети Рособорнадзора, письмо на имя директора Федерального института оценки качества образования, документа, подтверждающего выполнение требований безопасности и защиты информации. Копии собранных документов направляются в Федеральный институт оценки качества образования. Далее идет проверка в течение пяти рабочих дней и направляется письмо со схемой подключения. Это завершающий этап подключения к Федеральному реестру сведений о документах об образовании и квалификации. Договор заключается с компанией-специальным оператором, которая будет обеспечивать, настраивать и вводить в эксплуатацию средства защиты и подключать к модулю системы. В какие сроки нужно вносить сведения? Начиная с 1 января 2021 года, сроки внесения сведений о документах следующие. По основным образовательным программам в течение трех рабочих дней с датой выдачи документа. По иным видам образовательных программ 60 календарных дней с датой выдачи документа. Непредоставление сведений грозит штрафом. Для физических лиц от 100 до 300 рублей, для должностных лиц от 300 до 500 рублей, для юрлиц от 3 до 5 тысяч рублей. Еще больше полезной информации об образовательной деятельности вы можете найти в нашем плейлисте. Не упустите возможность получить доступ к ценным видео. Переходите по ссылке прямо сейчас. Надеемся, что вам стало все понятно с Федеральным реестром сведений о документах об образовании и квалификации. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы, прямо сейчас пишите их в комментариях. Юристы компании Роско бесплатно ответят на них. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе. Будь с Роско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова